Слава Господу, что мы могли вот уже проводить такое чудесное время и ощущать Его присутствие, Его прикосновение. Давайте мы совершим молитву, чтобы Бог, который начал свое такое чудное действие, продолжал его и дальше посредством слова проповеди, чтобы Бог дальше действовал в нас, а мы были таким податливым материалом, такой доброй почвой, чтобы доброе семя, Слова Божьего, оно в нас сеялось, оно в нас пребывало, оно в нас оставалось, приносило плод. Аминь. Давайте помолимся, чтобы уши наши Бог открыл, потому что оказывается, что уши могут быть закрытыми, сердце может быть закрытым, какая-то пробка может быть. Но давайте мы попросим, чтобы уши наши были слышащими, сердце таким восприимчивым, чтобы Бог просветил наши умы своим духом и дал нам способность к разумению, к осмыслению, к принятию всего того, что Он будет говорить к нам. О Господь, мы благодарим Тебя за чудесное время, которое мы могли быть вот в такой хвале, в таком поклонении пред Тобою. Но мы молимся, Господь, чтобы Ты, начавший свое действие чудное, продолжал его, чтобы мы оставались в этом состоянии восприимчивости, чтобы уши наши были слышащими, чтобы сердце наше было мягким и восприимчивым. Боже, мы просим Тебя, чтобы своим духом, Господь, Ты дал нам способность к разумению, к принятию всего того, что Ты будешь нам говорить через свое слово посредством этой проповеди. Мы молимся, чтобы Духом Святым Ты действовал в нас, наше сердце изменяя, наше сердце очищая, преображая наше мышление, давая нам разумение Твоего устройства, Церкви Твоей, Господь, и жизни самой. Мы молимся, Господь, чтобы Ты благословил наше собрание, чтобы Ты, Господь, благословил собрание во всех церквях Твоих, по всему лицу земли. Мы молимся, чтобы Ты благословил то собрание, где сегодня Ты даешь быть нашему пастырю. Да будет он благословен и помазан Духом Твоим и те служителя, которые вместе с ним в этой поездке, Господь. И те люди, которым эти пастыря, Твои посланники, будут свидетельствовать, доносить Слово Твое, чтобы, Господь, они были благословлены Тобой. Молимся Тебе об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. Сегодняшняя проповедь. Я так чуть-чуть поделюсь. Бог уже давно-давно дал мне, побудил меня, дал мне это откровение, дал мне это слово. Еще помните, когда был наш брат, пастырь Юра Савин, тогда еще Бог как бы полагал мне на сердце эту проповедь. Я думаю, я уверен, я уверен, что она и сегодня не потеряла своей актуальности. Ну да, было время такое, наша церковь, мы переживали такие определенные события. Вот, может быть, не очень хорошие, но это как посмотреть. Вот сегодня сестра Оксана, когда свидетельствовала, вот действительно, знаете, когда мы с чем-то сталкиваемся, и в тот момент эти события нам однозначно кажутся, ну, если они как бы тяжелые, они однозначно нам кажутся, ну, нехорошими, да. Но когда проходит определенное время, то Бог подтверждает свое слово, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Да, наша церковь, мы переживали определенные события, когда какие-то люди уходили, какие-то люди на чем-то притыкались, но так это переживают, знаете, все церкви Божьи. Вот все церкви Божьи периодически сталкиваются с такими вещами. Как апостол Петр написал в своем послании, что такие же искушения случаются и с братьями вашими, то есть вы не одиноки. И потом, когда проходит время, мы видим, что определенные события так или иначе Бог ко благу обращает. Он показывает, на что нужно обратить внимание, он показывает, на какие вопросы людям в церкви нужно дать ответы, в чем нужно утвердить людей. Поэтому я верю, что эта проповедь сегодняшняя, вот прошлая проповедь, она была больше такой вдохновляющей, эта проповедь, возможно, будет больше такой научающей. Я верю, что эта проповедь дана для некого такого утверждения и разъяснения нам уже известных, уже возвещенных Богом принципов, и устройства. Ну, я верю, что это важно, и в этом есть великое благословение. Аминь. Тогда это такое название Бог мне дал, и сегодня это название мы записываем проповеди, Валерий Иванович всегда спрашивает, какое название. Ну, такое название Бог дал. Правда глаза режет. Знаете, и действительно, правда глаза режет, но она очищает и исцеляет. Ну, конечно же, когда речь идет о правде Божьей, не о правде человеческой, а о правде Божьей. Но сегодня, вот когда было еще прославление, поклонение, там одна песня, и там такие слова были, вот особо Бог как-то обратил мое внимание, я думаю, что вот такое название тоже бы этой проповеди подошло. Церковь Иисуса, Бог с нами. Помните, такие слова были? Вот я верю, что такое название бы, она тоже подошла к этой проповеди. Церковь Иисуса, то есть ее устройство. Вот какой Иисус задумал свою церковь? Почему? Этот вопрос отвечает тогда на многие вещи. Почему то так, почему то не так? Поэтому возьмите и такое, и такое пускай будет название. Но основное название правда глаза режет. Знаете, и в самом начале, вот давайте, насколько мы все знаем Писание, я верю, что все мы на разном уровне находимся духовно, но все так или иначе мы читали Писание, хочется верить в это. Если вы еще не читали, то обязательно начните читать Писание, потому что это Слово Божье, это Слово живое, это Слово преображает сердца, преображает жизнь, и это Слово открывает нам самого Бога, Бог открывается нам в своем Слове. Аминь. Поэтому всех призываю, мотивирую читать Писание, читать Писание. И вот в Писании мы находим, в Евангелиях, вот такой вопрос Иисуса к людям. В одном из Евангелий Он, как бы обращаясь к людям, которые как бы против Него возмутились, вот Он что-то им говорил, в чем-то их наставлял, а реакция у них была негативная, вот на Его слова, на Его действия. И Он такой вопрос им задает, «За какое из добрых дел моих хотите побить Меня камнями?» Читали об этом, да? Он говорит, вот столько добрых дел Я сотворил перед вами, за какое из этих добрых дел хотите побить Меня камнями? Ну, они Ему ответили, «Не, не за добрые дела, но за то, что Ты там говоришь нам какие-то вещи, которые режут наш слух, вот за это мы хотим Тебя побить камнями». Я думаю, что такая ситуация есть и сегодня в отношении пастырей, служителей, Божьих людей. Потому что как тогда истина резала слух, так и сегодня она не всегда приятна, не всегда она вмещается в нас, не всегда у нас правильная реакция, не всегда правильное восприятие, а скорее чаще как раз-таки наоборот, как раз-таки такое негативное. Почему? Знаете, что означает выражение, «Правда глаза режет»? Ну, слышали такое выражение? Потому что она действительно что-то режет. Знаете почему? Потому что она показывает, как и что есть на самом деле. Вот истина, она показывает, какие мы есть на самом деле, что на самом деле есть внутри нас. И поэтому порой это очень режет глаза. Потому что правда или истина Божья, она показывает нам нас настоящих, нас тайных. И поэтому реакция первая, всегда защищаться, прятаться, да? Или нападать. У некоторых уже есть такая реакция, когда они слушают истину, они нападают в ответ. Потому что плоть, так написано, плоть, наша человеческая плоть, она противится всему Божьему, она Слова Божьего, которое есть истина, не принимает, да и не может. Поэтому внимательно, братья, сестры, всегда важно следить. И слушайте, первая реакция, она может быть такой, на проповедь, на вразумление, на наставление. Но всегда смотрите за второй реакцией. Главное, чтобы вторая реакция была реакцией принятия, смирения, послушания. Аминь. Слышите? Да, мы несовершенные люди. И истина, в принципе, не всегда в нас смещается. Истина не предназначена для того, чтобы быть всегда сладкой. Она предназначена для другого, чтобы менять и преображать человеческое сердце, о котором Писание говорит, сам Бог говорит, что оно крайне испорчено. Кто исправит его? Кто узнает его? И дальше написано, «Я Господь проникаю в сердце, испытываю внутренности». Аминь. Поэтому важно, чтобы мы следили всегда за своей второй реакцией, чтобы вторая реакция. Вы понимаете, что такое вторая реакция? Первая, да, может быть такая, но главное, чтобы вторая реакция не была нападать, противиться. Такое место в книге «Мудрости», книге «Притчи», я вам прочитаю, притчи 3 глава 11 стих написано, «Наказание Господне, Сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его». Да, да, прямо так Бог как бы говорит, слушай, если ты понимаешь, что это от меня, не тяготись этим, потому что все, что от меня, оно направлено тебе во благо человека. Дорогой человек, дорогая душа, не тяготись, когда Бог что-то неприятное говорит тебе, не тяготись, когда Он обличает тебя через своих посланников, через своих пророков. Вы помните, что часто делал Израиль с пророками Божьими? Ах, ты такой, ты говоришь нам неприятное, ну вот тебе, побьем тебя камнями. Вы заметьте, все, все, почти, что все пророки, которые действительно были Божьими пророками и были посланы во благо для народа, они народу не нравились. А все, кто нравились, скорее всего, не были Божьими пророками. Вы заметили вообще такую тенденцию? Если не заметили, посмотрите внимательно. Хорошо. Я уже сказал, я думал, как же, какая же это проповедь. И, скорее всего, больше я бы сказал, что она такая разъяснительно благословляющая. Она обязательно, как и любая проповедь, если она принимается людьми, если мы прилагаем усилия, чтобы даже если нам это невкусно, а все равно это съесть и усвоить, это обязательно принесет благословение. И, конечно же, я понимаю, я понимаю, что может возникнуть такая реакция у кого-то или у всех, или у кого-то, что, ну, мы уже знаем, мы уже нам, нам уже об этом говорили, ну, сколько можно об этом говорить. Я понимаю, я понимаю, что такое, что такое может возникать. Но, знаете, вот когда я об этом думал, расскажу вам одно такое, такое откровение, которое я получил, наблюдая одну картину, которая возле моего дома. Вот когда-то, уже пару лет назад прошло, у нас перед моим домом, где я живу, ну, была сплошная грязь, особенно вот в такое время, ну, просто не пройдешь, такое болото, грязь, там, мы даже там уже писали, куда только можно, там, все такое. И вот сделали дорогу, сделали, действительно, заасфальтировали дорогу, все красиво, все, как бы, классно. Ну, тут уже пару лет прошло. А напротив нас там, там, раньше когда-то был водоканал, и там его, от него куски такие отрезали, продали, ну, землю такие участки, и там построились дома, ну, такие частные дома, ну, такие очень, как бы, как говорят, крутые, крутые. То есть там живут люди, у которых есть финансы, и вот такой вот, прямо напротив нашего дома, такой переулок туда идет, вот так вот, прямо вот, такой переулок идет. И вот он не был заасфальтирован, и вот его вот, буквально пару месяцев назад начали асфальтировать. А я наблюдаю, и там слышу соседи на нашей улице, вот они говорят, да сколько же можно? Они его уже третью неделю что-то делают, делают, а там как бы, ну, метров сколько? Ну, метров пятьсот дороги, даже меньше. Они ее три недели делают, делают, делают. Я слышу, там соседи возмущаются, постоянно там грохот, щебень высыпают, и высыпают, и высыпают. А я так наблюдаю за всем этим, действительно так удивляюсь, думаю, что они делают? А они, знаете, что перед эти люди, они заплатили цену. Ну, те люди, которые там живут, да, у них есть деньги, и они заплатили цену. И там дорогу делают не так, как делали вот здесь, вот на нашей улице, которая ее только сделали, она провалилась, то там провалилась, то там провалилась. Короче, она каждый раз, после каждого дождя, после каждого снега, проваливается. И ее латают, и латают, латают, и латают, а там делают по-другому. Вы слышите? Я подумал, вот откровение, вот откровение о твердом основании, как закладывается надежное основание. А не щебень, прежде чем ложить асфальт, а не щебень, слой за слоем, слой за слоем, и катают, и катают. Высыпали один слой, закатали, второй раз закатали, один и тот же, слушайте, один и тот же слой, они несколько раз, буквально три дня каток ездит, по одному и тому же слою щебня, потом они новый высыпают, и опять катают, и опять катают, три недели, прежде чем ложили асфальт. И Бог как-то обратил мое внимание, вот откровение, вот откровение о том, как иметь твердое основание. А ведь это нужно нам, это похоже на людей, потому что вроде бы нам и говорили какие-то вещи об устройстве церкви, или еще о чем-то, а у нас могут быть провалы, прямо как на той дороге, у кого-то могут быть провалы в памяти, у кого-то провалы в смирении, у кого-то провалы еще в чем-то, но ведь любой провал, ведь в любом провале можно ноги сломать. Вы слышите или нет? Чем больше провала в твоей вере, в твоем понимании чего-то, тем более ты уязвим для дьявола, для мира, для плоти. Вы понимаете, братья и сестры, как важно иметь твердое основание? За твердое основание люди заплатили цену. За твердое основание тоже нужно платить цену. Может по многу раз выслушать одни и те же вещи и не противиться, и принимать их снова и снова, слой за слоем, слой за слоем. Пусть Бог благословит вас через вот это откровение, через этот пример. Аминь. И вот я буду сегодня говорить снова, снова и снова об устройстве церкви, об устройстве церкви. И вот главная мысль, в ней благословение для тех, кто поймет, как говорят, и примет. Я снова напомню эти слова Иисуса. Я создам церковь мою и только мою, мою, мою. Он использовал это слово, ну, вернее, когда уже писали Евангелие, использовали греческий язык, и по-гречески это звучит. Я создам мою экклесию. Это не новое слово. Это слово было уже в быту у людей. Оно тоже использовалось в отношении каких-то организаций, какого-то собрания. Но весь цинус, как говорят в словах Иисуса, Он говорит, я создам мою, мою экклесию, мою церковь, и лишь ее врата ада не одолею. Аминь. Смотрите, внимательно принимайте. Я создам мою церковь с определенной целью, с определенной целью. Я создам, то есть, что такое, давайте буквально несколько слов, чтобы больше понимать, что такое, что означало это слово, церковь или экклесия. Это собрание, общность людей, или еще такой важный термин, очень важно применить к этому структуру. Я создам, Бог говорит, некую структуру, то есть, в которой будет устройство некое, структуру. Я создам ее для того, чтобы в ней, в ней, вот в этой структуре, вы, вы имели благословение. Я для того создам этот порядок, устройство в этой структуре, чтобы в этом вы, находящиеся в этой структуре, в этом теле, имели благословение. Я создам эту структуру, во-вторых, для того, чтобы в ней, в ней, вы могли сохранить себя во спасении. Вы понимаете? Потому что никак, по-другому, невозможно человеку сохранить себя во спасении, как только в экклесии, в этой структуре церкви. Дальше Иисус говорит, чтобы вы могли, я создам эту структуру, чтобы вы могли выжить, как верующие, как народ особенный, святой, в этом мире грешном. Потому что без этой структуры вы не выживете, этот мир вас поглотит. Я создам эту структуру мою не для того, чтобы контролировать вас. То есть я поставлю в ней определенных людей не для того, чтобы вас угнетать и контролировать, а для того, чтобы вас сберечь. Вы слышите? Сберечь, уберечь, сохранить. Аминь. Знаете, больше православные используют этот термин, эту фразу «Боже, спаси и сохрани». Часто и мы так молимся, ничего, это очень хорошо, «Боже, спаси и сохрани». Но знаете, что Бог говорит, я уже это сделал, я уже это сделал, я уже создал структуру, и чтобы вас спасти, и чтобы вас сохрани. Аминь, скажите. Давайте дальше поймем, не попытаемся, а действительно разберемся, что же означает «мою», что же означает «мою». Что вот имел в виду Бог, когда Он говорил «мою», «мою». То есть она будет иметь мое устройство, мой замысел. Она не будет похожа на другие. Это моя структура, моя церковь. Вот самые такие фундаментальные возьмем вещи, чтобы у нас было понимание. То есть первое, что можно сказать, что означает «мою»? Первое. Я буду местописания читать, которые больше будут открывать суть. Первое Коринфянам 12, 28. Написано, «Бог расположил члены, каждый в составе тела или этой структуры, как ему угодно». То есть Бог говорит, это моя церковь, то есть я глава. Я глава, и я в ней каждого располагаю, как мне угодно, как мне угодно. Аминь, слышите? То есть не вы, люди, выбираете, как мне угодно я располагаю члены в составе тела. Второе, второй момент. Первое Коринфянам 12, 11 написано, «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть опять-таки Бог говорит, это моя структура. Я разделяю, так написано, служения различные, действия различные, но дух один и тот же, дух мой. Я распределяю дары, таланты, способности, помазания, как вижу необходимым, как вижу нужным, кому, кому, кому и в какое время, что дать. Да, конечно же, Бог говорит, вы ревнуете об этом, но в конечном итоге все зависит не от нашей ревности, не от нашего желания, а все-таки от кого? От Бога. Да, многие вещи зависят от нашего усердия, от нашего сердца, от состояния, потому что Бог видит. Но важно понимать, что в конечном итоге это все от Него. Он распоряжается, Он дает, как хочет. Аминь, вы слышите? Третий такой аспект. Бог говорит, это моя, моя церковь, поэтому я даю ей видение, я даю ей стратегию, я даю, не вы придумываете, не вы придумываете стратегию для моей церкви, не вы придумываете видение для моей, каждой отдельно взятой поместной церкви, потому что каждая отдельно поместно взятая церковь, вернее, каждая отдельно, да, правильно взятая поместная церковь, это все равно Божья экклессия. Вы понимаете или нет? Поэтому Бог говорит, ты можешь только, то, что я ожидаю от тебя, это только твоего смирения, твоего согласия с тем видением, с той стратегией, которую я даю своей церкви. Вот что значит это, потому что она моя. Аминь, слышите? Да, она должна стать и вашей, вашим домом, вашей семьей, но мы сейчас немножко о другом говорим, мы говорим, что вы не вправе придумывать видение, вы не вправе какие-то вещи делать, потому что это мое, потому что это право кому принадлежит. Мне, мне. Дальше он говорит, это моя структура, и я в ней ставлю определенных людей. Так написано, он поставил иных. По какому принципу это он делает? Да, какие-то вещи мы понимаем, а по какие-то вещи они остаются для нас тайной. Почему Бог брал тех или иных людей, это остается тайной. Он говорит, ну так мне было угодно, так я видел, почему я нашел Авраама, почему я нашел Моисея, почему я нашел Иисуса Навина, почему я этих 12 апостолов выбрал. Разве мы понимаем, по каким признакам, по каким принципам Иисус выбирал 12 апостолов? Это были совершенно разные люди. Или не так? И нигде Бог нам это не объясняет. Он говорит, поймите, я ставлю, я ставлю. Иных Бог поставил, так написано. Место очень интересное, хочу прочитать, это еще в Ветхом Завете, в книге пророка Иеремии, 6 глава, 27 стих, написано, «Башней поставил я тебя среди народа Моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их». То есть, Бог говорит, я поставил, я поставил тебя пророком, я тебя выбрал. Кстати, где-то о Иеремии написано, этот пророк говорит, «Боже, я совершенно не подхожу». Людям этот пророк не подходил. А Бог говорит, я, а я поставил. А я поставил с определенной целью. Важно понимать, что Бог ставит, ставит кого бы то ни было в церкви своей ради, не ради себя, а ради нас, ради нашего блага. Может, это не вмещается в наше сознание, но очень важно это вместить. Если мы понимаем, что это его структура и он поставил, то важно понимать, что он поставит, поставляет людей, священников, проповедников, пастырей, учителей. Для кого? Для назидания и созидания своей церкви, которую составляем мы, люди. То есть, он ставит во благо, а не во зло. Вы слышите? И еще момент, который тоже очень важно нам понимать. И он говорит, я воздам, я воздам. Если те люди, которых я поставил, будут, вернее так, любого человека, которого Бог куда-либо поставил, не предполагая того, что этот человек идеальный и не будет никогда делать ошибок и будет всегда абсолютно все делать правильно. Аминь, так или нет? Даже о Моисее мы знаем, что его там, помните, упрекали за жену Эфиоплянку, Мариам и Арон. Кстати, вы знаете, что упрекали они его именно как бы правильно, но они вслед за этим сказали, ты не достойно это место занимать. Вы слышите? А жену Эфиоплянку-то он взял, а не должен был ее брать, потому что как бы Израилю, израильтянам было Богом дано указание не брать жен из иноплеменных народов. Вы слышите? Но Бог сказал, говорит, что он, я его поставил, я с ним буду разбираться. А Моисей что? Он лишь служитель мой. Что ропчете на него, так написано. Аминь, вы понимаете? Если это понимание входит в наше сознание, и мы эти принципы разумеем, то нам легче тогда будет. Да, мы имеем, как часто люди говорят, ну подождите, вот вы говорите, что вот всем там пастырям, служителям Божьим нужно их слушаться, нужно принимать их указания, советы, а вот мы видим там истории с тем, с тем, с тем и с тем. Да, они всего лишь люди. И Бог с них, кстати, спросил. Но когда Бог говорит, если я ставлю, то я и воздам, то я и воздам. Поэтому Павел так написал первое послание Коринфянам 4, 5, такие мудрые слова. И так возлюбленные, вернее, это я другое место начал читать, извините, первое Коринфянам 4, 5 написано «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытой во мраке и обнаружит сердечные намерения. Тогда каждому будет похвала от Бога». То есть не спешите судить, что пастырь не добрый, а злой, что проповедник не от Бога, что пророк что-то не то вам возвещает. Вы слышите? Не судите прежде, не спешите судить. Ведь все Писание, вся история израильского народа говорит о том, что они все были скоры на суждение определять пророков неугодных. Вы слышите или нет? И все бедствие из-за того и постигало их. Помните, написано так, «С раннего утра посылал я к вам рабов моих пророков, но вы одних отвергли, а других что? Побили». Вы их записали сразу в плохих. Вы сразу как «Ах, ты не то, что нам не нравится, говоришь, все, не Божий ты пророк». Бог так говорить не может, Бог должен говорить то, что нам угодно, то, что нам подходит, то, что нам нравится. Но Божий пророк всегда говорил истину, которая режет глаза порой. Аминь, слышите? Поэтому следующий момент, что означают слова «Моя церковь», «Моя церковь». нам важно понимать, что церковь Божья как устройство в ней, оно теократическое, такое умное слово, теократия, теократия. Слово «тео» означает «бог», «кратия» как бы власть Божья. То есть церковь, она подчинена Богу, Он глава. Поэтому, чтобы это так, для большего нашего, как говорят, развития, чтобы мы понимали, что церковь – это теократия, что слово «теократия» означает «верховная власть Бога». Но правильно будет, если мы переносим это на церковные устройства каждой поместной церкви, то правильно будет, как понимать это слово, этот термин «теократия»? Это церковь, это власть Бога через людей, которых Он на это ставит. В отличие от понятия «демократия». «Демократия» это слово означает «власть людей» или «власть большинства». Вы слышите? В церкви так быть не может. Нету в церкви Божьей власти большинства. Но есть в церкви Божьей власть Бога, которую Он делегирует определенным людям, чтобы через них что-то возвещать, что-то делать. Могут эти поставленные им люди эту власть использовать неправильно? Могут. Конечно, могут. И, к сожалению, так случается. Но от этого Божья воля не именяется. Вы слышите? Смотрите, давайте дальше. Что важно нам понимать? Что важно нам в следующий момент понимать? Что все названия, все названия и древние, и современные церковных полномочий – епископ, епископ, диакон, пресвитер или более современные служитель, пастырь, лидер, ну, такие термины. Послушайте, все это название, вернее, так сказать, все это не название должностей, как привычно думать. Знаете, что это? это название функций. Я еще раз повторю, это очень важно, потому что все вот эти названия – дьякон, пастырь, пресвитер, епископ, пророк, кто там еще, ну, любое что-то. Это не название должностей, а название чего? Функций, функций. И вот давайте сегодня, сегодня, так как в современной церкви в основном все внимание привязано к фигуре пастыря, давайте разберемся, давайте разберемся и давайте действительно поймем, что это не название должности, которую человек носит, не название титула, что Бог ему вверяет определенную функцию, вы понимаете, функцию в своем теле церкви, определенную полномочия ему дает только потому и только тогда, когда он исполняет эту функцию. Кто-то меня понимает здесь? так вот, смотрите, давайте разберемся с этой функцией, Богом данной. Как и любая другая функция, она не имеет, смотрите, основные аспекты, главные, функциональные обязанности, а есть вспомогательные, то есть главные и второстепенные, то есть у любой функции или у функции пастыря, есть его основные функциональные обязанности, а есть второстепенные. Второстепенные, они тоже важные, они тоже нужны, но первостепенные что? Ну, важнее. Аминь, слышите или нет? Еще раз. Второстепенные или которые, ну, как я их назвал, второстепенные или вспомогательные, они тоже важные, они тоже есть, но все же первостепенные или основные, они главнее и важнее. Аминь. Это понятно? Идем дальше, чтобы у нас было понимание, чтобы опять эти слоя нашего твердого основания все больше и больше закатывались. Итак, давайте теперь разберемся с основными функциями пастыря согласно его месту или согласно его полномочий в Божьем устройстве церкви, по Писанию. Какая основная функция пастыря? Но само слово пастырь сообщает нам эту самую главную основную функцию, которая первая. Что он делает? Пасти. Основная функция, одна из основных функций пастыря – это пасти овец. Паству, пасти. Первое послание Петра 5.2 написано, пастырей ваших умоляю я, пастите овец, которые у вас, вот которые вам вверены. Да, вы можете служить в других церквях, так или нет? И пастыря других церквей могут нести назидание какое-то духовное нам, так или нет? Но пасет нас кто? То есть пастырь, он не просто проповедует. Функция его что? В этой проповеди у нас спасти, наставлять, увещевать. Аминь, так или нет? Это его функция согласна, это не название его должности, это его функция. Второе, вторая функция. В том же Петра написано, надзирая за стадом, надзирать. То есть вторая функция – надзирать. Это слово, кстати, не нравится нам. Знаете, где это слово еще используется? В тюрьме. Оно у нас так и ассоциируется. Да что вы надо мной надзираете? Знаете, часто христиане в западных странах уже лишили давно пастырей церквей этой функции, ограничив его полномочия только тем, что ты пастырь только вот там за кафедрой будь, проповедуй нам еще и то, что нам как бы нравится, а надзирать – не-не. Нам не нравится, когда за нами надзирают. Вы понимаете, что такое надзирать? Это частично как-то вторгаться в твою личную жизнь, спрашивать, а как там у тебя дела, а все ли у тебя в порядке. И не просто спрашивать, не просто так спрашивать, знаете, как-то, как дела. Иногда мы эту фразу там спрашиваем, как дела, но нам совершенно неинтересно, как там у кого дела. Но пастырь не так, это его полномочия, это его функция от Бога – видеть, видеть. Смотрите, как об этом написано в Библии. Смотрите, очень сильное место, очень сильное место надзирать. Еремия 6, 27 написано. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Это о пастырях написано. Бог говорит, я тебя башней поставил, чтобы ты знал и следил за путем их жизни. Вы слышите или нет? Поэтому надзирать – это функция, одна из основных функций пастыря. Следующая также функция – это указывать путь вести, указывать путь вести, вести. И еще одна функция, одна из основных – кормить, лечить, кормить, лечить, кормить, лечить. Вот за неимением времени, за неимением времени, мы сегодня остановимся на вот этой функции – кормить, лечить. Но вы понимаете, что и все эти функции важны, и они входят в основные функции того, что мы называем служение пастыря. То есть человека, поставленного Богом, и это не название, должность, титул, а это определение его функции от Бога. Но мы сегодня давайте, вот насколько позволит время, вы уж потерпите на мне, разберем вот кормить, лечить. То есть пастырь, что он от Бога, какую функцию имеет? Кормить, лечить. Я бы так сказал, лечить через корм. То есть корм, корм, ну пища, корм, он должен быть не для жира, не для зажирения и надмения, а для чего? Для лечения, для лечения, для очищения. Вы слышите? Посмотрите, я сейчас вам прочитаю место Писания, но апостол Павел умел излагать, как и длинно, так и кратко, какие-то глубочайшие откровения. И вот в этом месте всего лишь одна строчка, вот в этом стихе все искусство проповеди, вот апостола Павла, все учение, какой должна быть проповедь. Вот можно там долго учиться, слава Богу, мы на семинарии учимся, там есть искусство проповеди, целый предмет. Но апостол Павел написал это все, выразил одной строчкой, вот он написал, Колоссянам 4,6, написано, слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому. Смотрите, какой должна быть проповедь прежде всего, что она должна содержать. Да, она может содержать многие вещи и должна содержать многие вещи, и вдохновение, и ободрение, и мотивацию, но в ней должны быть главные ингредиенты, то есть она должна ставить диагноз, то есть говорить правду человеку, чтобы, слыша проповедь, человек понимал правду Божью, и правду о себе, и правду о жизни. И второе, она должна, соль, она должна производить лечение, производить лечение. Аминь, слышите? Вот апостол Павел говорит, слово ваше должно вот это содержать прежде всего, а потом уже все остальное оно тоже должно быть. Давайте подумаем, давайте подумаем, а как сегодня? Ведь давайте признаем факт драгоценный, что сегодня в христианстве такая тенденция, что мы этого не хотим, мы не хотим соленого, мы не хотим горького. Сегодня так можно вот услышать, «О, пастырь, ты проповедуешь нам не то, что мы хотим, а то, что ты проповедуешь, оно же не сладкое, оно неприятное на вкус». И знаете, так думаешь, так, о, бедный пастырь. Действительно, бедный, бедный тот человек, который поставлен быть пастырем от Бога, который это понимает. Но паства ему говорит вот это, что это невкусно, что это горькое, что это неприятное. А пастырь слышит Бога, ну, если, конечно, слышит, открывает Слово, если, конечно, открывает. А Дух и Слово говорят ему говорить то, что Бог говорит, то, что я хочу сказать. Смотри, я прочитаю вам место, как Бог тоже говорит о пастырях. Это в книге из Икиля написано. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилев, и ты будешь слушать Слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. И когда я буду говорить с тобою, когда тогда открою уста твои, ты будешь говорить им, так говорит Господь, то, кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. Вы слышите? И вот что делать пастырю, если вот он слышит Бога, открывает Писание, и он точно знает, что Бог ему говорит, я хочу, чтобы ты говорил это. И что делать бедному пастырю? Кого ему слушать? Какой ваш ответ? Кого ему слушать? Бога или овец? Вы точно? Вы уверены? Потому что это большой вопрос, и очень важный вопрос. Кому же пастырю слушаться? Бога или овец? Давайте признаемся, что часто мы хотим, чтобы пастырь слушался кого? Овец. Чтобы он проповедовал нам то, что мы заказывать будем. Мы будем блюдо заказывать. Вы слышите? И нам нужно, думаю, задуматься об этом. Я расскажу вам одну историю. Она меня очень сильно коснулась, и в ней тоже есть откровение. Я в интернете прочитал, на фейсбуке там часто, там посты какие-то там есть полезные, кстати. И там такая история. Один дедушка, такой известный экономист, такой старый дедушка, но очень такой известный экономист с мировым именем. Я так думаю, что те люди, которые пригласили его на этот всемирный форум, они, наверное, пожалели, что его пригласили. Он уже такой старенький, он вышел и говорит, ну как, он так не говорил, ну что мне уже терять, я скоро уже отправлюсь в вечность там. И он говорит, слушайте, я вот вам скажу, как оно есть все на самом деле в этом мире. А там в основном собрались вот эти фармацевты, там фармацевтические компании. И еще он говорит, слушайте, на самом деле правда состоит в том, что в мировой экономике невыгодны здоровые люди, потому что они не покупают лекарства, не лежат в больнице, как-то там, что они там еще, на процедуры не ходят, им это не надо, поэтому они в мировой экономике невыгодны. Говорит, но в мировой экономике также невыгодны и больные люди, потому что на них они требуют каких-то, ну как бы, государственных социальных программ и там прочего, прочего, ухода за ними, это тоже невыгодно, понимаете или нет? Говорит, а самые выгодные люди для мировой экономики, это знаете кто? Это люди, которым не могут долго поставить диагноз, они все ходят по больницам, ходят, ходят, деньги там оставляют, что заработают, то туда несут, так, слышите? И люди, которые то выздоравливают и сразу же заболевают, вот это самые выгодные люди для мировой экономики, поэтому вся мировая экономика и настроена на то, и вся современная медицина и настроена на то, чтобы вы не знали своего диагноза и чтобы вы снова и снова заболевали, заболевая лечились. Ну, можно с ним поспорить, не знаю, наверное, его уже никуда не пригласят, этого дедушку. Ну, слушайте, ну в этом есть глубочайший духовный образ. Послушайте, действительно, дьяволу, миру тоже невыгодны именно такие христиане, отвергающие свой диагноз, не принимающие правды, заблудшие, хромлющие, не знающие истины, не принимающие здравого учения. Слышите? Вы слышите такое? Здравое учение, так Павел написал, здравого учения принимать не будут. Здравое учение, это которое несет выздоровление. Павел, так пророчество написал, он говорит, Тимофей, бди, смотри, потому что наступит время, когда здравого учения принимать не будут. Я вам скажу, что это время уже наступило. Люди будут искать того, что льстило бы их слух. Аминь, слышите? И вот уже в заключении последняя, так говорится, мысль. Так написано, Бог есть любовь, Он любит всех людей, Он любит всех людей и даже тех людей, которые не знают Его, тех людей, которые в мире. Естественно, когда люди спасаются и попадают в структуру Его Эклести, Его Церкви, Бог продолжает их так же само, что любить. Но самое драгоценное для Него, самое драгоценное для Него, как Он сказал это апостолу Петру, который был началом церкви, началом, можно так сказать, первым пастырем, он ему говорит, слушай, Петр, если ты меня любишь, то паси овец моих, потому что мои агнцы, мои овцы, это самое драгоценное. Аминь, вы слышите? Потому что Я Церковь создал мою для вот этих овец, для этих овец, чтобы их сохранить, спасти, как я уже об этом вам говорил. Апостол Павел тоже, понимая это, он наставляет Тимофея. Павел пишет второе послание, когда уже его жизнь подходит к концу, он это понимает, и он дает как бы своему преемнику такое наставление. «И так заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». То есть, что он пытается донести Тимофею? Он говорит, слушай, всех людей, вот этих всех людей, которым ты служишь, они рано или поздно попадут на суд Божий. Вы слышите? И какой исход этого суда будет, в какой-то мере зависит от тебя, от того, как ты будешь им служить. Вы слышите? И вот как ты должен им служить, вот в чем твоя любовь должна к ним проявляться. Он говорит, проповедуй им слово, вовремя и не вовремя. Но проповедуй им то, что Бог тебе будет давать, и это ты им доноси, вовремя и не вовремя. А дальше он вообще такие слова говорит, обличай, запрещай, вещевай, со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, то есть того учения, которое несет выздоровление, принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И в результате этого от истины отвратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Аминь. То есть Павел ему говорит, Тимофей, сын мой, преемник мой, в этом вот, что я тебе написал, в этом величайшая любовь. Это и есть любовь и забота. Только пойми, что скорее всего за такое проявление любви не будут любить тебя. Вы слышите? Вот когда ты будешь в этом виде проявлять отстадий, опасствия, заботу, скорее всего, в ответ на такую любовь тебя не будут любить. Но ты преодолевай эти скорби. Заметьте, что именно это Бог назвал устами Павла, это дело благовестника. Благовестника. В чем состоит дело благовестника? Не говорить людям приятные вещи. Вы слышите? Вы знаете, какое благовестие? Благую весть. То есть, в чем состоит благая весть? Покайтесь. Это Евангелие для неверующих. А в чем состоит благая весть для верующих? Это вам задание на домашнюю группу. В чем состоит благая весть для тех, кто уже уверовал? Я дам подсказку. Вы уверовали, преображайтесь. Освящайтесь. Потому что без святости написано никто не увидит Бога. Это благая весть для уверовавших. И Павел говорит, вот это дело благовестника, исполняй его, несмотря на то, что люди будут тебя отвергать, что людям будет это неприятно. Это дело благовестника. И благословен тот, кто это разумеет. Вы слышите? Я говорил, что согласно Божьего устройства церкви у пастыря есть как основные функции, так и вспомогательные. Они тоже есть. А пастырь тоже должен и жалеть, и утешать, и хвалить, и вдохновлять. Это да и аминь, он должен, это его обязанность. Но это не основные его функции. Вы слышите? А теперь у меня вопрос к вам. Давайте применим это все к доктору, к врачу. Вот к врачу. Вот задайтесь двумя такими вопросами. Какой доктор вам будет по душе больше? Вот какой доктор вам будет больше нравиться? Такой вежливый, культурный, который вас пожалеет, погладит? Наверное, такой, да? А какому вы пойдете действительно лечиться, если серьезно заболеете? Ну, это оставлю вас с вопросом. Который лечит или который жалеет? Ну, ответьте себе на этот вопрос. Да поможет нам Господь все это уразуметь и принять, да послужит это все ко благу, чтобы мы сохранили себя во спасении и принесли много плода. Аминь. Давайте помолимся, поднимемся. Господь, спасибо Тебе за это разъясняющее, вразумляющее, возвращающее нас к Твоему основанию Слова. Да, возможно, оно вызовет в ком-то из нас какое-то противление, возможно, наша плоть будет противиться этому. Но дай нам уразуметь, что это Твое устройство, что это Твоя Церковь, что мы есть Твоя Церковь и что Ты создал его для нашего блага и для того, чтобы сохранить нас во спасении, сохранить нас и в этой земной жизни и сохранить нас для своего вечного Царства. И не просто сохранить, а сделать нас плодоносными и насытить нашей жизни, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом, вечным смыслом. Поэтому дай нам смириться перед этим. Как Ты говоришь нам в Своем Слове, смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет Вас свое время. Все Ваши заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. О, Господь, спасибо, что Ты печешься о нас. Но дай нам понимать, что Ты эту заботу, что Ты эту опеку совершаешь как раз-таки посредством тех людей, которых Ты ставишь в церкви и наделяешь этими полномочиями, этими функциями кормить, вразумлять, наставлять, обличать даже. Порой мы в этом не видим совершенно никакого блага. Но прости нас за это и измени нас, измени наше восприятие, измени наше отношение. Потому что порой мы даже не понимаем, что отвергаем то благо, которое от Тебя. Благодарим Тебя, Боже, что Ты послужил нам. Именно Ты нам послужил и продолжаешь служить. Помоги нам, Боже, сохранить в себе это слово, размышлять над ним, чтобы это более и более утвердилось в основании нашей жизни. Тебе за все слава, хвала и благодарность великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.